Друзья, привет! Вы на канале Воколесо, и в этом видео я хочу показать вам вживую и немножечко рассказать о дисках фирмы Venti. И это модель 1603, Venti 1603. Вот, посмотрите, на коробке это прям-таки и написано. И параметры 6,5 на 16, то есть 16 диаметр, никаких радиусов, я надеюсь, у нас уже с вами, друзья, нет, да? Мы с вами уже, ребята, опытные, поэтому 16 диаметр. У шин, кстати, тоже диаметр, только посадочный. Итак, 6,5 ширина, 5,114,3, это разболтовка и 45-й вылету, 67,1 ступичное отверстие и цвет S, то есть серебро. Эти параметры, как я предполагаю, что, скорее всего, предназначаются, ну, и, конечно, эти параметры могут предназначаться для любого количества автомобилей с этими параметрами, потому что азиатских автомобилей таких очень и очень много, куда подойдут эти диски, потому что у японских, корейских автомобилей очень часто встречаются именно такие параметры Разболтовки, как 5,114,3 и центральное отверстие 67,1. Ну, например, Mitsubishi взять, да? Или Mitsubishi. Кстати, вот различие между Mitsubishi и Mitsubishi очень простое. Иногда люди спрашивают, а как же правильно? Ну, на самом деле, если вот вы бы в Японии были, то звук был бы скорее Si, Mitsubishi. А вот в Европе могут сказать легко и Si, потому что S, H, I, это, в общем-то, ближе к Si. Поэтому и так, и так правильно, как удобно, так и говорите. На какой именно автомобиль будет клиент устанавливать эти диски, я, честно говоря, уже немножечко не помню, но обязательно спрашиваю при встрече, чтобы не ошибиться в параметрах. Ну, я, конечно, 10 раз спрашиваю, но, тем не менее. И так, диски вот такие вот, красивый цвет, серебро, они на самом деле вот визуально так вот, не через камеру, мне кажется, выглядят еще круче. У них есть некоторый такой изгиб спицы, посмотрите, к внутренней части. Но, да, они, конечно, красивые, но надо понимать, что диски это производство, я думаю, что вы уже знаете, может быть, AzovTech. Это местное наше производство, Ростовское, видите, город Азов, Ростовская область и так далее, да? И эти диски всегда были недорогими. То есть, это сегмент недорогих, а точнее, может быть, сказать, даже ультрадешевых дисков. Это действительно диски недорогие. Со всеми вытекающими. И если ходят они неплохо, ну, так, плюс-минус, они, ну, если в сильные ямы не попадают, то диски ходить могут. Но по окраске, конечно же, дефекты есть. Различные мелкие, вот посмотрите, такие вот козявочки, какие-то пылинки под краской. Вот, посмотрите, еще пылинка какая-то, да? Вот колодец, может быть, не совсем как-то опрятно сделан. Ну, в общем-то, очень много, на мой взгляд, вопросов именно к окраске. Ну, не то, чтобы она плохая, ну, я не знаю, может и плохая, да? Но то, что она неаккуратная немного, это факт. Но есть еще один очень важный момент. Азовская фабрика по производству дисков очень сильно поменялась в 2020 году. И огрехов таких, как я сейчас вам показал, стало значительно, просто в разы меньше. И здесь мы видим, здесь очень хорошо видно на коробке, посмотрите. Это производство 26 июля 2019 года. Действительно, до 2020 года качество окраски было, ну, вот такое, какое я вам показал. После этого, в 2020 году, может быть, они что-то сделали с оборудованием, поменяли. Но дефектов окраски стало просто значительно меньше. Люди стали значительно лучше отзываться по дискам Азовской фабрики. И Азов течит не только Венти. Это Венти, Течлайн, Нео, чего только у них нет. У них действительно очень много брендов, не знаю, с чем они это сделали, но брендов просто безумное количество. И еще обращает на себя один момент. Диски упаковываться, видимо, могут по-разному. Потому что вот пришел комплект, посмотрите. Два диска упакованы в одну большую коробку. Ну, это нормально, даже в Германии, даже немецкие диски, чисто немецкое производство. Иногда бывает, что два диска в одной коробке. Здесь вопросов никаких нет. Но здесь, посмотрите, здесь четыре диска в трех коробках. То есть, два диска в большой и по одному. Ну, вот так вот они пришли. Любопытно, да? И здесь надо сказать, что партия, видимо, просто немножечко разная. В разные даты были произведены. Здесь у нас 11.10.2019. А здесь у нас 12.07.2019. То есть, разница в производстве небольшая, буквально в три месяца. Но коробки, может, закончились, не знаю. Здесь вот такие красивые в Энте. А здесь вот такие вот некрасивые, да? Но это, на самом деле, мало на что влияет, понятное дело. Но к деталям, конечно же, внимание нужно, если ты премиальный бренд. Но, мне кажется, диски, которые стоят 3 копейки, но здесь уж без разницы, в какие коробки они упакованы. Слава богу, что в коробке вообще они упакованы. Это к вопросу о премиальности. Если вы что-то покупаете премиальное, вот там внимание к деталям должно быть повышено. Например, навряд ли вы встретите вот такую вот историю с коробками где-нибудь у дисков NK, например. Нету NK, все будет идеально красивенько. Коробочка к коробочке, все четенько. Вот, но здесь еще один момент. Упаковка. Друзья, вот коробка. В ней ничего нет. В ней ничего и не было, кроме диска. Вот был диск, и была сверху вот такая вот штука постельная. Все. И, конечно же, это вызывает большие вопросы, как же эти диски перевозить. Потому что, если вы закажете у нас в интернет-магазине эти диски на Vokalesu.ru, вот просто так мы такую упаковку не оставляем. Мы доупаковываем эти диски сами по себе. Мы везем их палетным бортом, то есть таким деревянным ящиком, который полностью исключает повреждения диска в процессе перевозки. Это огромный плюс, и диски вам придут в целости и сохранности, даже если базово у них вот такая-никакая упаковка. Так, по дискам давайте дальше. Вы видите, что это такой классический серебристый цвет. Выглядят диски хорошо, вопросов никаких нет. В комплектации есть вот такой вот ступичный колпачок Venti с наклеечкой. Это стикер. Я его так вот поставил аккуратненько, но на самом деле он приклеивается. Можете не приклеивать, если не хотите. Можете что-то другое приклеить. Но, в общем-то, все это выглядит именно так. Ну, мне кажется, вопросов особенно никаких нет по этим дискам. Я по внутренней части, наверное, проговаривать уже не буду. Во внутренней части, если вы перевернете вот так вот на оборот этот диск, там будут указаны параметры. Параметры, которые дублируются на коробке, сделаны для того, чтобы, если вдруг вам пришлось заказать один диск под три, которые у вас остались, а один погиб в яме в какой-нибудь, да, то параметры вам помогут. То есть, где посмотреть их, обязательно во внутренней части диска не подбирайте никогда. Диск просто по внешнему виду. У диска есть ширина, у диска есть вылет, который просто так не узнаешь, не посмотрев. Если разболтовка, понятно, 5.114.3 у Mitsubishi, допустим, ну, вопросов нет. Очень сложно предположить, что у Mitsubishi ASX, например, будет другая разболтовка какая-нибудь, да, то с вылетом здесь не все так однозначно. Поэтому смотреть, если что, во внутренней части диска. Вот здесь вот на различных спицах на всех указано. Поэтому вот, ну, честно говоря, друзья, я столько раз переворачивал диски за 6 лет, что я откровенно утомился. Но взвешивать я, конечно, не утомился. И я сегодня снимаю диски Scud Pantera и вот такие вот Venti. Может быть, эти реплейчики сегодня еще отсниму. Но вот казус в том, что весы я разбил. И сейчас я схожу в ближайший супермаркет за весами и взвесим эти диски. Ну, а вы не уходите даже на рекламу. Не знаю, нет рекламы у нас, не должно быть, по крайней мере. Все, взвешиваем. Субтитры сделал DimaTorzok